Так, всем доброго времени суток и пару слов о том, как ухаживать, следить за своими аккумуляторами, аккумуляторным инструментом. Как бы, есть свои тонкости, которые нужно знать, чтобы аккумуляторы не испортились. И начнем с Nickel Cadme, более дешевый, более распространенный. Он более надежный считается, чем литий-ион, просто надо правильно за ним следить. Какие правила? Правило первое. Только вы покупаете инструмент с Nickel Cadme аккумуляторами, ему надо устроить так называемую прогонку или разгонку. По-разному называют, говорят. Смысл действия заключается в том, что мы берем аккумулятор и садим его полностью, до максимально, насколько мы можем. То есть, мы, скажем так, крутим, сверлим, пилим, режем, что угодно у нас там с этим аккумулятором, он садится. Мы желательно, если есть фонарик, ставим фонарик сверху. Некоторые там придумывают, колхозят просто лампочку на этот самый, на контакты ставят, там диодик, он разряжает полностью Nickel Cadme. То есть, его надо полностью разрядить и потом поставить на зарядку. На, скажем так, перезарядить, дать заряд больше, чем надо. И так, желательно 3, а может быть даже 5 раз. И более того, надо сказать, что желательно на протяжении года иногда делать такую ему стряску 1-2 раза. Или после длительного хранения. То есть, он полежал, спустить ему полностью весь заряд, дать заряд больше, чем надо, опять полностью его разрядить в ноль. И опять полностью зарядить с избытком. От этого он даже лучше будет работать. То есть, это полезно для хороших профессиональных аккумуляторов. Это полезная, скажем так, процедура, которая увеличивает срок их жизни и срок их эксплуатации. К примеру, даже простой вариант. Как можно решить, если у вас нет фонарика в комплекте, или там вы не хотите колхозить лампочку. Можно там... Вот он садится, и у вас есть там, допустим, шуруповерт или инструмент с подсветкой. С маленьким диодиком снизу. Вы ставите жгут там, или перевязываете вместе кнопку. На кнопку ставите жгутик небольшой. И фонарик там... Аккумулятор сдох, а фонарик будет светить. И будет светить, светить там. Может даже сутки светить. Вот. Перестал светить, всё. Разрядился. То есть светодиодик этот маленький, тот что под инструментом. Всё. Можно опять ставить на зарядку. Допустим, у этого он заряжает и литий-ион, и никель-кагмий, и даже металл-гидрид. И вот он пишет. Вот такие вот он заряжает за полчаса. Такие большие, он за час заряжает. Ну, на самом деле, заряжаются в реальности за 55 минут, где-то 50. Вот эти, а эти быстрее, чем за полчаса полностью заряжаются. Ну, может из-за того, что уже не такие новые, старые. Такая универсальная зарядка, кстати, неплохая. Это перевязан изолентой, потому что американский инструмент, американскую вилку просто сюда приклеил, намотал переходник на нашу резетку и всё. Вот, зарядка хорошая, умная тоже. Вот, это насчёт никель-кагмия. Плюс, как бы, я уже говорил, то, что когда он лежит, делать ему прогонки. Ну, как бы, он не сильно боится жары. Вот, нежелательно перегревать его. Ну, не прям так, чтобы он боялся. И не сильно боится холода. Вот, хотя желательно тоже хранить его, как бы, в таком месте, скажем так, с невысокой температурой. Вот. Не в холодном месте, но прохладном. Литий-ион. Литий-ион бывает разный. Ну, как бы, основные правила. То есть, его можно заряжать, разряжать, когда хочешь. Он даёт больше свободы. Но у него тоже есть правила. Если хотите продлить его срок службы, вот как мобильный телефон. У меня мобильный телефон, когда он разрядился до 20%, он пишет, поставьте на зарядку. Так и тут. Его как раз лучше разряжать не до конца. Вот, когда вы видите, там, чувствуете, вот, допустим, закручивает 100 шурупов. Вот, и садится. Закрутите 80. Ну, это с опытом приходит. Примерное понимание количества работы, которую он на одном заряде делает. Когда долго работаете. Закрутите 80 и поставьте его на зарядку, пока он не сам разрядился. И заряжайте не до конца. То есть, он заряжается 30 минут, снимите его в 25. В 20 минут. И так вы продлите срок службы литий-ионовых аккумуляторов. Потом еще, какие правила, что касательно литий-иона. Его, вот этот, в принципе, он не боится особо жары и холода. Вот, им можно на морозе работать вот этими аккумуляторами, только потому, что это нанофосфат железа. Вот. Большинство не могут работать в минусовую температуру, только дорогие аккумуляторы работают. Так вот. Обычный литий-ион нельзя перегревать, нельзя переохлаждать, нельзя работать на морозе, потому что он умрет на веки вечной. И он умирает от полного разряда. На самом деле, как бы, тут вот стоит контроллер во всех новых нормальных, не дешевых нормальных литий-ионовых. Аккумуляторах стоят плата с контролем, контроллер, который защищает от полного разряды. Потому что полный разряд – это смерть для аккумулятора. И вот, и слишком большой перезаряд или большими токами тоже может его убить. Или замыкание вот этих двух клем, у этих слайдерных по-другому они располаганы. Вот, оно может убить его. Вот, поэтому, как бы, старайтесь не перегревать. То есть, много не работать, чтобы он не перегрелся, не работать в жару, там, плюс 40, не оставлять его на солнце. Он может сдохнуть. Не таскать его где-то в чемоданах, в сумках по улице или не работать на улицу в минус 10, там, я не знаю. Может умереть. Вот, и насчет полного разряда, как бы, тут есть плата, да. Но, как бы, ее, скажем так, можно обмануть. У меня один такой аккумулятор умер. Как умер? Я никогда так не делал, но тут почему-то спешил, быстро собирался и бросил аккумулятор с инструментом. Аккумулятор, вставленный в инструмент. Кнопочка сильно не нажималась, еле-еле она была нажата. Вот, но, тем не менее, он пролежал долго в сумке, там, с нажатой кнопкой. И оно, когда ты на полную его садишь, ну, вот, включаешь полностью двигатель, защита срабатывает. А когда оно чуть-чуть, там, там, тот же фонарик светит, вот, только на фонарик уходит, то плата не отсекает электричество, и он разряжает в ноль. И никогда не ставьте инструмент, на самом деле, в сумке на этот самый, или в чемодане. Нежелательно оставлять аккумуляторные батареи в инструменте. Я знаю, сейчас есть проблемы с этим. С Милвокиды, Ваутом, с ихними батареями, они умирают. Новые, крутые, продвинутые батареи, умирают. Почему? Потому что сейчас есть инструмент и батареи с Bluetooth-модулями. То есть, который может определить, где находится твой инструмент, этот модуль. Он может его заблокировать, если его украли там, то есть, только ты можешь пользоваться. Он может еще там, его можно настраивать на, допустим, ты не знаешь, там, сверление в алюминии, какие обороты надо. Вот, ты просто вбиваешь в смартфон этот, какой материал, какой ты используешь крепеж, какое сверло, и он сам оптимально выбирает настройки. Ну, как по мне, ерунда полная. Так вот, эта система, она чуть-чуть садит батарею, она питается с батареей. И вот, были такие ряд случаев, когда человек ставил батарею, ну, аккумулятор, инструмент с аккумулятором вставленным, вот, и уезжал, допустим, в отпуск или не работал. И батарея сдыхала, потому что он брал по чуть-чуть энергию из батареи. Когда ты каждый день пользуешься, то ты просто поставил на зарядку, и ты этого не чувствуешь. А человек долгое время не пользовался. То есть, есть такие, не один случай, когда аккумуляторы умирали от того, что вот этот Bluetooth его потихоньку сосал, 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 и высасывал в ноль всю энергию, и электроника не отсекала, вот, не выключала аккумуляторы. И аккумуляторы дорогущие, там, по 100 баксов, вот, по 150 просто выкидывались. Вот. Ну, вот такая вот плюшка. Поэтому за всем, за инструментом надо следить. Если хочешь, чтобы он нормально работал, если не шарашки на конторе, то следи за тем, как ты используешь свой инструмент. Вот. Так что, надеюсь, кому-то это было полезно. Вот. Если есть какие-то вопросы, пишите, пишите в комментариях, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем добра, всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok